Взрывное Эль Классика. Реал в овертайме обыграл Барсу и вышел в финал Суперкубка Испании. Сегодня, 12 января, состоялась первая Эль Классика в 2022 году, Барселона и Реал сыграли в первом полуфинале Испанского Суперкубка. Победу в овертайме добыли Мадридцы 3-2. Подробнее в материале РБК Украина. Барселона со старта стала действовать достаточно агрессивно. Реал же старался действовать быстро, отвечая разящими контратаками. И одна из них сработала. На 25-й минуте Бензима обокрал в центре поле Бускеса, после чего разрезной передачей вывел Венисиуса на свободное пространство в штрафной. Бразилец, находясь под давлением со стороны защитника Барсы, сблизился село территории с Тигеном и пробил в ближний верхний угол 1-0. После пропущенного гола каталонцы включили еще больше прессинг, и практически все время проводили на половине поля мадридского клуба. Но реальных возможностей, чтобы счет сравнять им создать не удавалось, за исключением полумоментов, которые завершались легкими сейвами от Куртуа. Однако, на перерыв сине-гранатовым удалось уйти при равном счете. На 41-й минуте Алвес закинул длинную передачу в штрафную Реала, где Люк де Йонг смог головой скинуть дальше на фланг на дембеле. Француз, немного шатнув оппонента, прострелил во вратарскую, где Мелита очень неудачно вынес мяч прямо в ногу того же де Йонга, после чего рикошетом от штанги пересек линию ворот Куртуа 1-1. Во второй половине включился на полную Бензима. Сперва на 69-й минуте французский форвард проверил на прочность штангу ворот каталонцев. А спустя три минуты таки смог, хоть и со второй попытки мяч в сетку территории Стегина переправить. Сперва кипер Барсы обводящий удар француза отбил, мяч отскочил к Карвахалю, который прострелил вдоль ворот, а Бензима оказался первым на добивании после игры территории Стегина 2-1. За несколько минут гола мадридцев на поле у каталонцев вышел Фати, который последний раз из-за травмы играл 67 дней назад. Именно он стал героем Барсы. На 84-й минуте Альба навесил во вратарскую, где не самый высокий Фати отлично разместился между двумя рослыми игрокам Реала Казимира и Мелита, и результативно подставил голову, переправив мяч в сетку 2-2. В последние минуты синие гранатовые, которые доигрывали матч с ультраатакующим составом, пытались вырвать победу. Но в итоге основное время так и завершилось в ничью. А уже в первом овертайме сливочные вновь быстрой контратакой разбили всю оборону. Каталонцев. На 98-й минуте Казимира убежал в отрыв, отпасовал на Родриго, который прострелил сразу на троих партнеров по центру штрафной. Мяч таки достался Вальверде, который с помощью рикошета таки переправил мяч в сетку ворот Барселоны 3-2. Каталонцы пытались вновь счет в матче сравнять, но скорее были близки к тому, чтобы пропустить четвертый гол, нежели забить третий. В итоге в финальном матче сыграет Реал. Для мадридцев, к слову, это уже пятая победа в «Эль Классика» подряд. Это самая длительная победная серия сливочных с середины 60-х, когда мадридцы с 1962 по 1965 года побеждал каталонцев семь раз подряд. Барселона Реал 2-3. Эл. Да Йонг, 41, Фати, 84, Венисиус, 25, Бензима, 72, Вальверде, 98. Барселона. Территория Стегин-Дания-Алвес, Депай, 78, Пике, Альба-Ф. Да Йонг-Педри, 46, Бускетс, Гави-Гонсалес, 78, Дембеле, Ферран-Торос, Абде, 46 л. Да Йонг, Фати, 66, Реал, Куртуа Карвахаль, Мелита Аначе, Мэнди Модрич, Вальверде, 82, Казимира Кроас, Асенсио, Родриго, 67, Бензима, Венисиус. Второй финалист Суперкубка Испании определится завтра 13 января в матче между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бельбаа. Финал состоится в воскресенье 16 января.